И вон он угол наш пошел. Злободневная тема. Все в подъезде. Отсюда вода поступает и просачивается на дальнейший уровень. Все ниже, ниже, ниже. Настенные ручьи внутри и ледяные реки снаружи. На новогодних праздниках такая картина может и выглядеть антуражно, как ледяное царство, но сейчас резко контрастирует с понятием благоустроенное жилье. Жители дома номер 4 на улице Подгорная уверяют, что это происходит с ними ежедневно. Вода с крыши топит не только подъезды, но и квартиры. Произошло промерзание стены. В дальнейшем это все начало таять. И все, что тает, идет в подъезды, плюс в жилые квартиры. Эта проблема начала назревать примерно три года назад. Пока такого глобального не было. Но сейчас это уже на грани аварийной ситуации. Я думаю, потому что промерзание стены довольно глубокое. Стена вся мокрая, кирпич силикатный. Если в ближайшее время будет мороз, а он будет, то, соответственно, этот кирпич может лопнуть. На первый взгляд дом выглядит заброшенным. В подъезде сырость, постоянно отваливающаяся штукатурка. Но здесь действительно живут люди. Местный лайфхак звучит как инструкция к применению. Чтобы добраться до квартиры, нужно иметь хорошую растяжку. Все текло. Я подставляла. Кастрюлька висела на стене. Тут лоточек, там тряпочка. Все в воде. Все и по стене, и, наверное, к соседям, и все дальше. А куда-нибудь обращались? Обращались в ЖО наше. Что они говорят? Мне сначала сказали, все текут, у всех дома текут. Ждите. Коллективная жалоба в прокуратуру и жилищную инспекцию уже ушла. Но в управляющей компании ничего экстраординарного. В ледовом наступлении на дом не видят. Подумаешь, сосульки. Сейчас там работают люди, все наши во главе с инженером и главным инженером. Налить сняли, воду всю убрали с крыши, с кровли. В подъезде, ну, будем смотреть, что залито, будем составлять акты. Вы будете смеяться, но капитальный ремонт фасада на этом доме уже проводили. Но, судя по нынешней картине, все попусту. Капитальный ремонт кровли у нас делался совместно по федеральной программе. Часть носили жильцы, часть с федерального бюджета выделялась. Ремонт кровли был сделан, опять же, это около семи лет назад. В дальнейшем на дом заходили определенные провайдеры с своими коммуникациями. Высверовали технологические какие-то под свои нужды, под кабели. Вероятно, в дальнейшем это все наполнялось водой, промерзание, что приводит вот к таким последствиям. За фото на этой ледяной стене плача нужно брать уже деньги, шутят местные. Проходя мимо, снимают местную достопримечательность весьма охотно. Главное теперь, говорят жильцы, чтобы это ледяное полотно не попало в сводки криминальных новостей. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Герман Гущин, Станислав Кудряшов